Тайны лукомолья 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 Ведь вы же знаете, какой сегодня праздник, ребят? Да! Правильно, сегодня, 6 июня, день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Вы же помните его строки? У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе тон. И днем, и ночью, кот ученый, все ходит в пацифик лугов. Между прочим, это как раз на меня написано. Ведь я, когда-то, был знаком с Александром Сергеевичем. Идет направо, песнь заводит. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Налево сказку вывалил. Там чудеса, там леший бродит. Русалка на ветвях сидит. Но вот, наверное, никто из вас не знает, что у меня сегодня... Тихо, тихо, тихо. Вот у меня сегодня тоже праздник. Мне сегодня тоже день рождения. Но никто меня почему-то пока не поздравил. Хотя мои сказочные грудья могли бы навестить меня в моем уединении. Ведь когда я иду по цепи налево, я рассказываю сказку именно про них. Вот мудрец перед Дадоном встал и вынул из мешка золотого петушка. Усадит эту птицу, мол, он сарил на спицу. Петушок мой золотой будет верный с тобой. Петушок мой золотой будет верный с тобой. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто меня тут звал? Кто меня звал? Кот. Ты? Кот? Да. Кот-поэт? Да. Так ведь не больше сегодня день рождения. Я совсем забыл. Ай-яй-яй. Здорово. Надо придумать ему какой-то подарок. Да, обязательно надо что-то придумать. Ааа. Что же мне ему подобить? Машину. Машину? Сейчас я ее возьму. Мишку. Нет, я знаю. Я подаю ему семечек. Семечек. Вот это будет славный подарок. Да, для кота? Как вы думаете, ребята? Нет. Нет? Почему? А, тогда знаю. Подаю ему жердочку. Для насезка. Он будет на нее садиться и спать вот так. Корм. Корм? Корм. Кобасу. Нет, я не знаю, где ее взять. О, ты думал. Он же поэт, правда? А поэты все так любят прекрасное. Я подаю ему драгоценный камень. Изумруд. Вот это будет подарок. Он будет на него им любоваться и писать стихи. Вот это будет здорово. Только где же мне его взять? Дома. Дома? Нет. А у вас нет случайно изумруда? Нет? Нет. Никто с тобой не захватил? А, Натальше. А? 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 Вспомнил. Вот что значит небезделка. Есть в лесу под елью белка. 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 Песенки. Белка песенки поет. Да орешки все грызет. И орешки непростые. Все скалутки золотые. Ядра чистые изумруд. Вот что чудом-то зовут. Ребята, нам с вами нужна эта белочка. Она бы нам помогла, правда? Сгрызла бы один орех. И тогда у нас бы был подарок. Давайте мы ее позовем. Давай. Белочка. 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 В саду левых коротень ягодом лаина. В саду левых коротень ла-ла-ла-ла-ла. В саду левых коротень яйца ходила. А на росту мне велика лица в головолечка. Ля-ля-ля-ля. Ой, здравствуй. Здравствуй, петушок. Золотой ремешок. Здравствуй. Здравствуй. Здравствуй, белочка. Знаешь, у меня новость. Сегодня у нас праздник. День рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина и нашего друга кота-поэта. Правда? Правда. Конечно. Надо его как-то поздравить бы. Так. Я могу спеть ему песенку. Романс на стихи Александра Сергеевича Пушкина. Давай споем вместе. Давай. Я ехал к вам живые сны. За мной гнались толковые грибы. И месяц с правой стороны сопровождал меня уныло. И месяц с правой стороны сопровождал меня уныло. Хорошо. 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 Но я хотел подарить ему драгоценный камень. И ты же у нас сотейница. Можешь скрыть мне золотой орешек. Достать из угла. Конечно. Сейчас я принесу его. Ой. Ой. Я же забыла. Что такое? Я совсем забыла. Меня ограбили. Ой. Крову. Ой. Как же мы все мои золотые орешки украли. Как же мы теперь будем поздравлять нашего друга Кота-Поэта. У-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Как такое? Не плачь. Я сейчас что-нибудь придумаю. Беги пока в свое тепло А я как придумаю тебя позову. Хорошо. Пока. Как著 Вот ведь незадача. Кто же мог украсть золотые орешки? Кто? Волк. Волк? Орел. Орел? Волк. Мне кажется, знаете, я вспомнил. Советно там, в темнице, тужит, а бурый волк ей верно служит. Точно, ребята, как же вы сразу так догадались? Это же волк. Я так и думал. Сейчас я ему вызову на дуэль. Вот. Волк, где ты? Выходи, я тебя не боюсь. Выходи, волк, мой трус. Его сейчас спрятался где-нибудь, сидит под осиновым кустом и кражит. Сейчас. Волк, выходи, я тебя не боюсь. А кто меня звал? А? Ребята, а кто его звал, а? Ты. Я. А зачем ты меня звал? Ты должен вернуть орешки, которые ты украл у пелочки. Что? Да, но он вернулся, а не то плох тебе будет. Ну ладно. Так и будет. Договорились. Только пусть сначала ребята отгадают мои загадки. Отгадают. Так и будет. Вернул тебе орешки. А, нет. Так и дай я тебя съел. Так. Сейчас я за ними схожу. Подожди. Ой, ребята, что же теперь будет? Ну ладно. Не убить надо. Сейчас. Подгадайте загадки. Да. Все. Даааа. Дааа. Дааааа. Ты он сказал «возьми». Да. Правильно. Молодец. Я сказал «возьми парточку». Вот. Прочитай ее. И тогда. Да, если ребята отказают, то да, все в порядке, а я пока здесь полежу отдохну. Ой, сложно читать закрытым в дом. Ой, а группы не отгадались, и как же быть-то? Ну, давайте попробуем. Выпьет в миску молока, размотает два клубка и задремлет у окошка. Догадались, это? Кошка! Ой, какие вы молодцы, правда, кошка! Сейчас мы все загадки отгадаем, они же пифмованные, как стихи. Смотрите, это вам подсказка. Не подсказывать! И следующий, это гадка-то. Иди сюда, оп! Маленький хвостик похож на пампушку. Мягкие, чуткие, длинные ушки. Прык, скоп, по лесу. Кто? Угадай-ка! Зачик! Кто там под ялочкой спрятался? Зачик! Правильно, молодцы! Телек-то-то-то! Там, кто лежит на макалу, мы сейчас гадаем! Иди сюда! О! Милашки, это сложное! Кто же там такой под елкой? Посмотри, он весь в иголках. На колючий шар похож. Кто в клубок свернул? Я, я, я! Да, правильно, правильно! Еще две заказки. Иди сюда. Ой, а это дыренья какая-то. Орешки твердые грызет. На дереве в дупле живет. Меха! Пушистый хвост поможет ей скакать легко среди ветвей. Есть рыжий, у нее ребенок. Забавный маленький... Бельщенок! Правильно! Ну все? Нет, сейчас я тебе дам мою самую сложную заготу. Все. Ты все, что у меня есть? Ребята, все хорошо. О, ты какая-то гад. Так, трех веселых поросят. На обед он съесть бы рад. Все готовятся ко сну, он же воет на луну. У-у-у-у! Потом зубами щелк! Кто же это? Ура! Правильно! Ура! Мы все пять нагадок отгадали. Ура! Волк! 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 Где ты? Мы все загадки отгадали. Ура! Высходи! Сейчас я иду. Ну что ты там? Уснул, что ли? Где ты? Иду, вы не могли отгадать все загадки. Как так? Не могли. Очень даже могли. Правда, ребята? Да! Не могли. Не могли. 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 Зачем тебе ореть? Что бы подарить коту поэту? Коту поэту? Ох, он же мой старый друг. Так бы сразу и сказал. Сейчас я принесу тебе орех. Вы праздник ловите. Да! Ора! Ора! Что-что? Вот тебе орех. И поздравь кота поэта от меня. И вас всех с праздником, ребята. Спасибо. Вёты! Папа-папак-папак-папак. Надо-ка нам теперь пожрать пиночку. Пituо-папак. Не надо мне, а не богу. И, ребята, надо нам пожрать пиночку. Уможите мне, пожалуйста. Белочка! Белочка! Что-то она не слышит нам. Белочка! Белочка! Девика куляла, она что-то не величка, а лицо зла величка. Здравствуй, петушок золотой гребешок! Ты вернулся? Это что? Это что? Я вернулся и нашел Олеша. Ты сможешь его разгрызть? Да, конечно. Ой, укатился, сейчас я его достану. Вот, а ты? Смотри, видишь, какие изумруды? Ой, красота-то какая! Вот у нас будет подарок. Наверное, кот-поэт очень обрадуется. Открать его, пожалуйста, от моего имени и передай ему подарок. Пока, ребята! Пока-пока! Уходу ли мы королевица куляла? Ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну всё, теперь нам надо позвать нашего именинника. Три-четыре. Кот-поэт! 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 И я там был, и мёд я пил, У моря видел дуб зелёный. Поединись сидел, и кот-учёный Свои мне сказки говорил. О-о-о! Петушок с золотой гребешом! О, здравствуй! 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 Друг мой, как это здорово! Что-то ты вестил меня в моём единении! Пар-арам-арам! О-о… Поздравляю с Днём Рожденья! Ура! О-о-о! Такой чудные подарок! Спасибо тебе, Друг мой. Ребята, а давайте теперь все вместе поздравим кота-поэта! Три-четыре! Поздравляем! Поздравляем! О, спасибо, спасибо вам, друзья мои, я так хорош. Давайте еще поздравим Александра Сергеевича Пушкина. Поздравляем! Поздравляем! Ура! Ти-ри-ту-ту! Танкуяю на боку! Ну вот и подошла к концу наша сказка. Спасибо вам большое, ребята, что вы нам так здорово помогали. Да, я ведь еще совсем забыл. Ведь это же подарок не только от меня. Да. Да, это подарок от Белочки и Серого Волша. Спасибо. Ребята, до свидания. До новых встреч. Пока! Пока! Да! Пока! Пока! Так, ребята, понравилось? Тогда давайте мы с вами поблагодарим художественного руководителя и исполнителя всех ролей в этой замечательной сказке Владимира Князья. Спасибо большое!